Всем привет, с вами Прия. Рейд Неолота откроется в обновлении 8.3, через несколько недель после его старта. Сначала, как всегда, в обычной героической сложности, ну а далее уже в эпохальной и сложности поиска рейда. 12 боссов в поиске рейда, скорее всего, это будет просто-напросто разделено квартала на 4. Но боссы весьма интересны по своей механике, и некоторые из них будут даже знакомы нам. Если, например, вы играете там с Пандари, или примерно такого патча, думаю, увидите весьма знакомых боссов, и, быть может, механика их по итогу будет весьма похожа, если рассматривать рейдовое сражение в рейде Неолота. Начнем же. Как уже было сказано ранее, 12 боссов, и все они, надеюсь, будут очень интересными. Встречает нас Гневион, Черный Император. Несмотря на все свои ухищрения, Гневион не смог уберечься от безумия. Самый первый босс это Гневион. Убьем ли мы его полностью, либо мы просто очистим его от безумия, либо он как-то трагично умрет по итогу, либо его поглотит какая-нибудь бездна. Это весьма интересно, посмотрим, что по итогу будет с ним твориться. Ну а моделька его не прорисована, и это просто старый ворлдбосс, который, по-моему, в Назжатаре активен. Второй босс Маут. В момент разрушения гробниц Инзота был построен обсидиановый голем, ну и, собственно, который является боссом. Для него уже моделька есть. Сам обсидиановый разрушитель и воплощение тьмы. Скорее всего, мопчик, который просто-напросто будет вылезать. Также описание абсолютно всё по-английски написано. Лут какой-то уже есть, даже двуручный посох весьма интересный. Кусучий весьма. Третьим боссом является Пророк Скитра. Мастер искривления мыслей и подвергает свою жертву таким ужасам до тех пор, пока жертва не будет различать мир реальный от ужасов. Босс, который просто-напросто будет как-то искажать разум по своим способностям и влиять на здравомыслие игроков. Хорошая моделька, очень похожа с какой-либо старой. Быть может, она как-то будет улучшена к моменту выхода 8.3. Тёмный Инквизитор Занеж. Гордится тем, что медленно очищает разум своих жертв, пока они не превращаются в настоящих поклонников Чёрной Империи. Также, если рассмотреть модель босса, весьма зловещую, можно увидеть Королеву Асшару. Что она будет делать в бою? Вопрос весьма хороший. Коллективный разум. Иначе этого босса называют Разум Улья. Генералы Нзота, Казир и Текрис, которые будут являться боссами. Скорее всего, у них может быть совмещенное ХП, и также у них присутствуют различные мопцы в службе. То есть, скорее всего, они просто-напросто будут призываться во время боя, и мы их будем убивать, либо их можно будет как-нибудь контролить. По-любому с ними будет какое-то взаимодействие интересное. Но Акир Разоритель выглядит даже больше, чем Текрис по своей модели. Шадхар ненасытный. Этот хищный зверь питается навозной жижью, которая выделяется из стен его владений. Он постоянно мучается, поскольку само его существование также вызывает некоторые мутации. Модель его действительно страшная. Это двухглавая собачка с глазиками. 7 штук сверху и 2 снизу, суммарно 9. Навевает ли это на какие-то мысли? Я думаю, тот, кто знает историю Варкрафта, что-то придумает касательно этого. Ну а мы идем дальше. Дистагат. Его части уже сломали поверхность Азерота, и они угрожают пролить Эпидемию абсолютно на весь Азерот. Моделька его на текущий момент неактивна, и почему-то тут Роден со своими сущностями, которые были еще во времена ПГ в Пандарии, в патче 5.2, что они тут забыли, неизвестно. Но я думаю, моделька в скором времени прорисуется, и Родена уберут отсюда. Виксиона. Она превращает своих самых верных слуг силой пустоты, создавая преданную армию неудержимых ужасов. Дракон, которого мы, например, могли уже видеть в Сумеречном Бастионе, правда, с другим именем. И, само собой, есть мопцы. Фанатичный Сектант, Ритуалист, Солкервер и Перерожденный Служитель Бездны. Хорошая моделька, кайфовая. Роден Отчаявшийся. Уже посмотрев обзор его первичной тактики, можно что-то интересное заметить, и некоторые сходства с Пандарией уже начинают проявляться. Роден, порабощенный Нзотом, работает над тем, чтобы воплотить в жизнь видение своего хозяина о Черной Империи. Ну, немножко о нем предисловие такое. Моделька его тут уже нормальная, и присутствует Охотник Бездны, мопчик, который будет появляться, но также Грозовой Защитник. Тоже моп, который будет появляться. Десятым боссом будет Илгенот, Возрожденная Порча. После своего поражения в Изумрудном Кошмаре, он отступил в глубины Неолоты. Здесь он слился с самой архитектурной частью Нзота. Распространяясь как опухоль, Порча Илгенота продолжает питаться всем тем, к чему он прикасается. Моделька усовершенствована, хотя на самом деле она подобна глубине из-за сада Аргримара. Есть Орган Порчи, с которым будет взаимодействие, ну и также есть Кровь Неолоты, знакомая механика крови, еще со времен Изумрудного Кошмара. Одиннадцатым боссом является Панцирь Нзота. Есть такое ощущение, что механика будет подобна, как и на спине Смертокрыла, потому что очень много различных мопсов, с которыми будет взаимодействие. И Панцирь Нзота является ядром Черной Империи, центром власти Нзота в теле Древнего Бога. Скорее всего, правда, механика будет как на спине Смертокрыла, и нам нужно будет просто-напросто пробить этот Панцирь. Двенадцатым завершающим боссом, да и вообще завершающим битву за Азерот, скорее всего, является Нзот. Впервые за тысячелетие раскрыта истинная форма Нзота-Осквернителя. Если его не остановить, Черная Империя погрузит Азерот в тьму. Знаете, я вспоминаю Безумие Смертокрыла, и там были примерно такие же слова о том, что если что-то произойдет на Безумие Смертокрыла, произойдет катаклизм повторно. Можно это даже поискать и найти. Да, вот она эта способность к катаклизм. В принципе, на тот момент времени, когда начинается ее каст, там аспекты кричат примерно такую же фразу сделайте что-то, иначе Азерот погрузится в тьму, произойдет катаклизм и что-то такое подобное. Очень схож рейд Неолота с катаклизмовской душой дракона из-за двух последних боссов. Также из Родена он схож с ПГ, которое было введено в Пандарии, а также он очень схож из Илгенота, который был введен в Изумрудном Кошмаре. В первом рейде Легиона. То есть, четыре из двенадцати боссов немножко похожи по своим механикам, и треть рейда мы проведем в привычных условиях. Классно ли это? Быть может. Модель Конзота очень интересная, она реально огромная. Вот такие вот замечательные двенадцать боссов ждут нас в новом рейде Неолота. Когда он выйдет? Ну, скорее всего, это будет середина января, быть может, начало февраля. Верим, надеемся, ждем. Надеюсь, весьма неплохо я высказался обо всех боссах и прекрасно о них все рассказал. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте про другие ссылочки в описании. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok